Итак, дорогие друзья, я нахожусь в городе Сергиев Посад у разбитой машины, которая пострадала из-за нерадивых коммунальщиков, пиливавших деревья на улице Центральной. За эти работы отвечает заместитель главы администрации Сергиев Посадского района Оксана Яроханова. В интервью СМИ после случившегося она заявила, что все проблемы будут урегулированы подрядчиком, однако же, как мне удалось выяснить, с владельцем автомобиля пострадавшего никакого консенсуса у виновника происшествия не случилось. Мы искали свободу вокруг, брасив мир на ее алтаре, но понять было нам не доступно, свобода внутри. 17-го это числа было, мы приехали на работу, ну вот здесь стояла Татьяна, у нас машина четверка, я поставила свою рядом, девятку. Потом приехали рабочие, они пилили вот здесь деревья. Как бы мы вышли, машины мешают, не мешают, нас попросили их убрать. Мы спросили, если мы поставим у подъезда, то есть не будут они мешать? Нет, не будут. Мы их перегнали туда, две машины к подъезду, они деревья валили вот сюда, то есть первое дерево упало сюда, второе дерево они когда начали пилить, они там даже, мы можем подойти с вами, там был, ну я не понимаю в этом, но как бы видно, что спил был неправильный, он был направлен в сторону дома. Они естественно не справились. Дерево, вот посмотрите какое дерево, это дерево, оно рухнуло на дом, естественно на наши машины. Пострадал козырек у подъезда, сегодня они вот его подчинили. Короче, говорили, что как бы миром это, чтобы обошлось все. Моя машина старая, ну я и сама понимаю, что она старая. Я же не просила ее разбивать, почему я сейчас должна тратить свое время, свои деньги. Они мне предлагают такую же машину за 40 тысяч. Все это понимают прекрасно, что я должна сколько в нее вложить, у меня нету 100 тысяч, чтобы вложить в эту. Мы должны искать сами машины, обсуждать это с ними. Они должны принимать наши условия, если как бы они еще рассматривают то, что им это выгодно или не выгодно. Естественно, им это не выгодно, какие мы хотим машины. А им это кому? Ну я разговаривала с представителем, я не знаю кто он, Максим Анатольевич, мы сегодня с ним общались. Нам не звонят, мы должны сами позвонить, найдя машины. Я нашла вчера машину «Лада Калина», она стоит 125 тысяч. Их это не устраивает. Я согласна, пусть они мне либо ремонтируют мою машину, никого не волнует, что она у меня гнилая и старая. Я ни у кого не просила эти деньги, мы зарабатывали сами. Мы в нее вложили 50 тысяч в июле, потому что я ездил полтора тысяч километров туда и обратно три раза в год. Мне нравилась моя машина, я довольна ей была. А теперь все, эта машина разбита, стоит и моя. Максим Анатольевич сказал, как бы, я говорю, моя машина, я нашла в интернете, она стоит 60 тысяч. Ну такого же приблизительно года. Они сказали, что они смотрели, такого же года стоит 40 тысяч. Чуть помоложе и пробег поменьше, стоит 70 тысяч. Ну когда я сказала, что смотрела 60 тысяч, он сказал, вы понимаете, что вам эти деньги никто не оплатит. Я все прекрасно понимаю, но я же не прошу за миллион машину или за 500, за 300 тысяч. Нет, тоже я вложила, купила за 50 и вложила еще 50, 100. Меня это устраивало. Я не знаю, как мы будем решать это. Они не согласны с нами. Сказали, что через суд. У меня вопрос, кто это будет все оплачивать, почему мы должны бегать. Мы пострадали, мы должны бегать к ним с поклонами. А не обращались вы в администрацию, как к заказчику вот этих работ? Что там говорили? Нет, не обращались. Здесь много людей было, я не знаю, кто были. Звонили через 112, приезжал участковый, он все зафиксировал. А что именно? Он составил протокол, но тоже все данные только у него, мы даже еще не обращались к нему. Он сказал, должны все миром решить. Я думаю, что миром я сегодня поговорила. Он мне дал понять, что нам не будет куплено то, что мы просим. Ну, а такие за 40 тысяч мы тоже не согласны. Они как бы на то клонят к тому, что нам эти остаются. Пусть они их заберут, пусть тогда эти ремонтируют. Они же тоже понимают, что вот моя, допустим, девятка, она во сколько? В 150 уйдет в ремонт. Но они согласны ее ремонтировать. Пусть ремонтируют. У меня поменена вся ходовая. Вся проводка поменена. Естественно, это стоимость запчастей, естественно, работы. В общей сложности это ушло 50 тысяч. И они еще, у вас машина гнилая, кому какая разница, какая у меня машина. Меня она устраивала, я была довольна. Когда приехал участковый, он только зашел сюда, во двор, он сказал, что здесь факт налицо, их нарушение по технике безопасности. То есть машины стояли во дворе, двор не был перекрыт. Здесь ходят люди, бегают дети. Также какая-нибудь старушка больная могла бы идти. Друзья, в этом месте должен был быть мой рассказ пострадавшей о том, что она имеет право обратиться в суд за компенсацией не только материального, но и морального вреда. И, как сказал мой юрист, эта компенсация может составить сумму гораздо большую, чем ту, которую сейчас предлагает виновник ее несчастья. И я все-таки понимаю, что суд это делал достаточно продолжительное. Решил предложить администрации и подрядчику следующий выход. Вы компенсируете женщине потерю ей автомобиля не той суммы, которую она хочет, и не той суммы, которую вы предлагаете, а средней стоимостью автомобиля на рынке. 80 тысяч рублей, грубо говоря, ни нашим, ни вашим. Вот. И в таком случае у вас, чем быстрее все это произойдет, будет меньше риск понести репутационные имиджевые потери, связанные с попаданием этой истории к моим коллегам на федеральные каналы и СМИ, которые, я уверен, заинтересуются этой темой, как только узнают, что это за женщина, как ей достался этот автомобиль и для чего он ей был нужен. Поэтому я предлагаю за три дня урегулировать этот вопрос. В противном случае, дорогие друзья, я вам рассказываю, что этого не произошло, и выкладываю следующую порцию информации об этом деле. И прошу своих коллег обратить на это внимание и помочь информационно женщине добиться справедливости. Если дело дойдет до суда, я буду просить своих читателей, юристов, помочь ей составить исковое заявление и выиграть его в суде, и наказать нерадивых подрядчиков и администрацию за то, что они вот так халатно поступают. Я уверен, что сотрудники полиции обязаны были провести после данного случая проверку на предмет халатности, потому что периметр не был огражден сигнальной лентой, в котором валили деревья, из-за чего могли пострадать не только автомобили, но и люди. Почему-то этого не произошло, и тот же участковый говорит, что надо все решить миром. Я уверен, что все это происходит только из-за того, что у этого дела было пока еще мало огласки. Поверьте, огласку мы обеспечим вместе с моими читателями, вместе с читателями других дружественных нам пабликов и средств массовой информации. Поэтому шанс чиновников урегулировать этот вопрос, он есть. Вот, и я надеюсь, что они им воспользуются. Поэтому, дорогие друзья, всего вам доброго, подписывайтесь на мой канал, рассказывайте о нем друзьям, и да пребудет с вами Сила. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok